Завтра на пресс-конференции будет представлена наша совместная программа с корпорацией Intel. Это по программе искусственный интеллект. Я думаю, что для вас это будет тоже очень интересно, поскольку это программа для школьников по их обучению инструментам искусственного интеллекта, искусственное зрение, искусственные слухи и так далее, поскольку мы с вами сегодня живем в тех самых условиях широчайшего распространения искусственного интеллекта. И мы неоднократно говорили на наших фабинарах о необходимости подготовки и нас самих, в первую очередь, и детей к жизни в условиях искусственного интеллекта, который является основой безопасности и успешности человека. Но вы все на себе или большинство уже испытали инструменты искусственного интеллекта, особенно те, кто путешествовал. Когда в аэропорту вы прибываете, вас снимает камера, а дальше вы неожиданно получаете сообщение о том, что вот надо пойти сдать анализ на COVID или то, что вы, наоборот, этого не сделали и так далее. То есть это совершенно другая реальность нашей жизни, которая сформировала новую, многомерную, в том числе, среду развития образования, где виртуальная и реальная действительность взаимодополняют друг друга. Эта среда понятна, естественна, увлекательна для молодежи, которая не осознает всех возможностей и всех рисков этой среды. И это для нас с вами очень серьезный вопрос, но тем не менее это новая сетевая среда жизни человека. Второй очень важный момент – это то, что мы должны с вами очень хорошо понимать, что переход в онлайн образование, переход в цикл – это не короткосрочный проект. Это новая реальность нашей жизни. И будущее уже позади тех, кто его пропустил. Здесь мы должны говорить об этом откровенно. Понятно, что наши школьники, наши дети имеют в карманах зачастую более продвинутые устройства, чем учителя. Они более зачастую эффективны в использовании тех самых цифровых технологий, но они, в отличие от нас, не обладают тем опытом, который может быть во многом сегодня уже бесполезен в новой реальности, но тем не менее не осознают, какие последствия может иметь их деятельность. И в данном случае они готовы, даже больше учителей, к решению самых разнообразных жизненных, в том числе и образовательных задач, с тех устройств, которые лежат у них в кармане. Я в воле пандемии наблюдал за двумя своими внуками, 1-8, 2-5 в течение последнего полугода. И вот сейчас они отправились в школу. Я с ужасом думаю, вот как мой маленький, младший внук, пятилетний, в общем-то, будет адаптироваться к не очень понятной для него среде современной школы. Это абсолютно цифровые дети с очень сформированными цифровыми компетенциями. И вот на моих глазах в течение этих пяти месяцев пятилетний ребенок научился читать, считать и все это с помощью цифровых устройств, потому что для него это среда его жизни, когда он на Ютьюбе или в интернете находится все то, что ему необходимо. И мы должны быть с вами готовы думать на тему, каким образом учить эти детей. Очень важный момент перехода нашего от традиционной классно-урочной системы, это, конечно, а как мы понимаем, на сегодня очное образование. Мы говорим с вами о моделях очной, очной, заочной, заочной. На самом деле это прописано в законе образования, это фиксирует ту реальность, которая существовала много-много-много-много десятилетий. Но а как мы сегодня оцениваем очное образование? Это что, физическое присутствие в классе? Или же это выполнение каких-то проектных заданий, работ, совместно со сверстниками, в партнерстве и под руководством педагога, во взаимодействии с организациями доп. образования? Это, в принципе, наверное, сочетание разных видов деятельности, которые происходят в разных средах. Это класс, библиотека, дом, дворец творчества, но и в виртуальной среде. Zoom, WhatsApp, Telegram, мобильное и электронное образование. Когда ребенок выполняет сложные, нестандартные задачи, которые имеют для него личностную, командную и социальную значимость. Вот мы это очень хорошо увидели в проекте «Оси кадры будущего регионов», который реализуется на платформе мобильного и электронного образования. Насколько раскрываются дети? Насколько они увлечены? Как замечательно они взаимодействуют? Как проявляется их творчество, креативность, когда они попадают в узнаваемую, увлекательную для себя среду? Ну и в этом отношении мы должны понимать, что информатизация школы в традиционном понимании – это, в общем-то, воспроизводство знаний. И когда мы работаем со школами, и директор получает работу с нами зама по информатизации, потому что мы – это цифровая платформа, мы сразу говорим – не делайте такой ошибки. Это не дело зама по информатизации. Это дело зама по учебно-воспитательной работе. Мы говорим о среде воспитания и развития ребенка, которая имеет не аналоговую, не бумажную или вербальную, а цифровую, аналоговую и вербальную основу в этой смешанной реальности. И вот эти ошибки цифровизации образования, которые вы можете посмотреть в свои региональные программы, федеральные программы, они у нас в основном все сведены к тому, что ставим оборудование и протягиваем интернет. А, в общем-то, вы прекрасно понимаете, что наличие устройства в кармане обеспечивает доступ к интернету, и не нужно никакой больше оборудования. Ну, здесь я, безусловно, утрирую, но это не главное. А главное то, чему учить и как учить, и в какой среде учить. Вот это третье условие, на какой образовательной платформе учить. И вот этот подход к информатизации в традиционной форме, он негативно влияет на воспитание и социализацию детей. Уровень их социального взаимодействия и социальной активности. И мы видим четкий дисбаланс между яркой, динамичной, интересной, увлекательной жизнью, в которой живут дети за пределами уровня школы и в социальных сетях, реализуя свои потребности в коммуникации, взаимодействии, самопрезентации и жизнью школы, которая, к сожалению, ориентируется на ЕГЭ, ОГЭ, теперь еще и ВПР, в общем-то, не несет личных для них смыслов. Вот это очень важные моменты. Мы только начинаем с вами разговор по поводу особенностей и новой реальности. я вам сейчас перечислил три тезиса из своей статьи. Сентябрьские тезисы я назвал, может быть, будут уже, но, наверное, сентябрьские. Она выйдет в учительской газете на следующей неделе, 23-го числа. И вот я пригласил коллег для того, чтобы порассуждать на эти темы, поговорить, обсудить. Я приглашаю всех вас к этому обсуждению. Пожалуйста, присылайте ваше мнение, ваши вопросы. Кстати говоря, учительская газета планирует предложить обмен мнениями по этим тезисам. И мы бы с вами порассуждали над тем, а что сегодня формирует современное цифровое образование, каким образом можно помочь учителю, семье, руководителю образовательной организации организовать то самое образовательное пространство ребенка, которое будет для него интересным, увлекательным, ярким, ну и так далее. Пожалуйста, коллеги, у нас с вами 45 минут еще остается. Давайте начнем наш разговор. И я представляю снова Четиревой Елене Викторовне, заместитель директора общеобразовательного центра школы. Это частная замечательная школа в городе Тольятти. Великолепное здание, очень симпатичное. Ну и такой же коллектив. Пожалуйста, Елена Викторовна. Добрый день, коллеги. Я думаю, что меня слышно. Старик, Станин Михайлович сказал о нашем красивом здании. На слайде вытанавливаете. Пожалуйста, звук у себя добавьте. Лучше? Слышно? Добрый день еще раз, коллеги. Я думаю, что слышно. Хорошо. Наша школа работает с мобильным электронным образованием 2017 года. И если говорить о нашей дружбе с МЭО, то сначала мы использовали данный ресурс для реализации смешанного обучения. Мы были площадкой высшей школы экономики, в частности, по реализации смешанного обучения. МЭО здесь был очень хорошим подспорьем для работы в моделях смены рабочих зон, перевернутых классов. Кроме того, мы используем МЭО для организации обучения детей временно отсутствующих в школе, я говорю о болеющих, о спортсменах. Но вот та пандемия, с которой мы столкнулись, заставила нас по-новому посмотреть на цифровое образование, по-новому посмотреть на организацию обучения. И поэтому я бы хотела сегодня остановиться на тех уроках пандемии, которые мы вынесли. Я думаю, что все школы вынесли. И затронуть те проблемы, которые увидели мы и в ходе четвертой четверти. Слышно? Проблемы, которые увидели мы и в ходе четвертой четверти, и в ходе в целом реализации цифрового образования. Я лишь скажу, что на начало 1 сентября 2000 года мы подключили всю школу, начиная с 1 по 11 класс на цифровой площадке МЭЛ. В ходе работы в дистанции мы увидели необходимость, прежде всего, сочетания онлайн и офлайн обучения. И понятно, что такое сочетание он и офлайн необходимо прежде всего для того, чтобы, если вдруг у дистанции организовать эту работу эффективно. Кроме того, в школе, я думаю, что в каждой школе есть дети, которые временно отсутствуют, и поэтому еще одна проблема и еще одна необходимость, которая стала перед нами, это сочетание очного и заочного. И правильно, я согласна с Александром Михайловичем, который сказал о том, что очно-заочное обучение и очное обучение это не только присутствие ребенка в классе непосредственно, это и проектная деятельность, которая может быть организована в той же библиотеке. Кроме того, третий аспект, о котором я бы хотела поговорить, разнообразие форм работы при онлайн обучении. Я думаю, ни для кого не секрет, что зумовские конференции, которые в четвертой четверти мы все организовывали, показали нам преобладание все-таки фронтальной формы работы. И вот эта проблема, которая натолкнула нас на необходимость разнообразия форм, на включение в онлайн образование, в офлайн образование, в частности, групповой работы, самостоятельной работы, с выполнением заданий. и в настоящий момент четко могу сказать, что этих заданий очень много в модельном институтном образовании, и поэтому мы решаем эту проблему с помощью этой возможности. И как только, я считаю, школа решит проблему разнообразия форм работы при онлайн обучении, можно тогда будет говорить непосредственно о внедрении цифрового образования. Потому что вот называть цифровым образованием все то, что проходило в наших школах четвертой четверти, я думаю, можно с натяжкой. Поможет, само собой, наличие избыточного ресурса, поможет правильная организация работы с детьми. И следующий аспект, на котором я бы хотела остановиться, это правильная организация выяснился ребенка. Как только мы правильно организуем онлайн, оффлайн обучение, мы высвободили дополнительное время для углубления ребенка в тот или иной предмет, для дополнительного времени для занятий по интересам. И, наверное, последний урок пандемии, на котором я бы хотела остановиться, это уровень цифрового грамотности обучающего. Да, Саня Михайлович сказал, что сейчас у нас дети пусовые, у них в кармане гаджеты, они с ним справляются профессионально, но мы, когда вошли в мэйл в 17-м году, когда вошли в четвертую четверть прошедшего этого года, увидели, что не все дети, к сожалению, владеют хорошими навыками работы от техники. я говорю о ноутбухах, о консультациях, о ягодских планшетах, и поэтому вот это еще одна проблема, которая стала перед нашей школой, в частности. Мы ее решаем через индивидуальные консультации, через групповые занятия, и за две недели, прошедшие в сентябре, мы провели уже не одно групповое занятие в начальной школе, в частности с теми ребятами, которые учились через впервые. В средней школе, в пятом, шестом классе, мы решаем эту задачу через наш неурочный курс, который мы звоним познать. Это вот те проблемы и уроки, которые поставила перед нами пандемия, которые по-своему решает каждая школа. Я бы хотела остановиться еще на одном вопросе, который затронул Александр Михайлович в вступительном студии. Это конвергентная реальность и школа. И само собой мы говорим о необходимости конвергентного обучения. Я взяла в качестве цитаты и расшифровки мир как единое целое. Да, мы говорим об обучении, которое направлено на формирование междисциплинарной образовательной средствы, причем как на уроке, так и во внеурочной деятельности, в которой школьники будут воспринимать мир не как отдельный предмет искусствия истории математики, а как единое целое. И по окончании школы нам необходимо иметь к тому, чтобы учащиеся освоили новые виды деятельности. у них должно сформироваться научное мышление, они должны уметь владеть ключевыми понятиями разнообразных наук. Все эти ключевые понятия, результаты обучения заложены во ВОЗ всех уровней образования, мы всех с ними знакомы, и это есть все 4К, о которых очень много говорят в последнем образе образования. Само собой, когда мы говорим о конвергентном обучении, возникает два вопроса. Как учить, как сделать этот процесс конвергентный, и кто будет учить? Ну, если отвечать на первый вопрос «как», то мы для себя находим ответ в мобильном электронном образовании, и в частности это один из ресурсов внутри каждого курса МЭЛ задания к занятию. На слайде я представила очень коротко позволю остановиться вот на этом задании к занятию, более подробно на этом рассказывать на форсайсе в каждом занятии есть задание к занятию и вы видите на слайде описание задания к занятию, непосредственно ключевые слова, те подкатки, которые помогут учителю и ученику организовать работу. Вы проанализировали все задания к занятию, которые я, наверное, неправильно сказала все, большую часть заданий к занятию, которые есть в МЭЛ. И я составила вот такой небольшой слайд и представила эти задания к занятию от начальной школы до старшей. Все задания, если посмотреть на слайд, направлены на формирование трех к креативность, критическое мышление, кооперация и к мега. И от класса к классу, как вы видите, мы видим усложнение заданий. Происходит движение, и оно напоминает нам движение по обстановленные движения. Если мы говорим в начальной школе о заданиях на понимание и на использование сами, то в старшей школе это уже задание на оценку, анализ и синтез. И вот этот ресурс, вот это звено в МЭЛ, оно позволяет еще раз реализовать конвергентные вещи. Что изменяет такая организация урока? Ну, во-первых, проблема, взятая из реальной жизни, либо проблема знакомая ребенка, значимая для ребенка, она повышает мотивацию в шестерах и она является залогом сфотографией в шестерах. Второй вопрос, вопрос, который задают наверное все администрации. Кто этот учитель? Вот здесь вопрос, который параллельно возникает, как изменить учитель? для того, чтобы он создал вот эту конвергентную реальность. Я благодарна в этом отношении компании Мэйл, которая организовала форсайт-сессию для педагогов. Наши все училия прошли эту форсайт-сессию. Я убрала намеренно со слайда фамилии наших победителей. Большая часть стала победителем этой форсайт-сессии. И если быть честными, то эта форсайт-сессия оказалась кстати и вовремя. Она стала вот тем мотивирующим началом для педагогов, которое подняло дуг педагогов после четвертой четверти, и каждый посмотрел на себя со стороны и понял, что он тоже умеет. Что он тоже умеет. Кроме того, мы в школе эту проблему решаем еще через самообразование и через взаимообучение. Взаимопосещение уроков, взаимообучение, когда у нас учителя работают в малых методических группах, делятся опытом, демонстрируют друг другу уроки, обсуждают проблемы. Вот это вопрос, который я бы хотела обсудить по конвергентному обучению. Но это не весь круг вопросов, не весь круг проблем. я бы хотела еще остановиться на еще одной проблеме, которую мы увидели, работая с МЭО, причем не только в четвертой четверти, а на протяжении вот из-за трех лет. Наше наблюдение и дальнейшее анкетирование, и на слайде видна только цитата из нашего анкетирования, показало нам, что детям при работе с МЭО больше нравятся тренажеры, два процента относится, это данные одного класса. Интересная информация из-за дополнительных рубрик. Им нравятся анимации, и меньше всего им нравятся задания с занятий, задания с открытым оттенем. И вот эту проблему мы бы назвали, наверное, примитивизацией мышления ребенка. Да, Детям легче нажимать на кнопки, выполнять какие-то задания тренажерного характера, сразу получать ответ правильный или неправильный, молодец, или попробуй еще раз. Им интереснее рассматривать рисунки, анимации, и гораздо больше времени они затрагивают на задание с открытым ответом, на задание задания. Кроме того, пришли к выводу, что, наверное, в этом специфика мышления современных детей, мы пришли к выводу, что детям важно сразу достичь какого-то результата. И они частенько, даже не всегда, я не говорю о всех детях, конечно же, не всегда прочитывают, не всегда анализируют материал своего интернет-урока в Gmail или в любом другом ресурсе, а они сразу открывают задание и выполняют его саму собою доказать. Вот эта проблема, которую увидели мы, я бы хотела обсудить с коллегами из других школы, сану-михаловцей тоже, я думаю, что эта проблема достаточно интересная для команды МЭО будет. Сказать, что мы решили эту проблему, нет, не может. Мы понимаем одно, что она есть, но решать нужно отказываться от заданий в занятии мы не собираемся, отказываться от заданий с открытым ответом в разных формах это не нашло. И последнее, на чем бы я хотела остановиться, еще одна проблема, которую я бы хотела подставить, это вот тот разрыв между необходимостью конвергентного обучения и форму итогов описания. Саня-михаловцей тоже об этом сказал. Да, 10-й одиннадцатый класс у нас как правило готовится и к сожалению вот тот формат ЕГЭ, который сейчас существует, он не направлен на контроль этих месяцев навыков и этих заложенных результатов. Но эта проблема само собой приводит к тому, что учителя уходят на таз. Учителя уходят в отработку непосредственно ЕГЭ материала. Но мы понимаем, что так не должно быть. И ситуация в частности произошедшая в этом году с ЕГЭ по семье, когда дети были не знакомы с формулировкой, не скинули. Говорит нам о том, что ситуация должна подняться. Я думаю, что ситуация с содержанием ЕГЭ с введением в ВОЗ старшей школы тоже должна быть. Кроме того, движение всех в направлении ПИЗа говорит нам о том, что мы должны работать непосредственно с заданием выживающих. И эти направления должны быть очень 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 индустрии. Вот такие проблемы, коллеги, о которых я бы хотел проговорить. Спасибо за то, что выслушали. Я готова обсуждать, готова к взаимодействию и сотрудничеству. во-первых, коллеги, вы услышали про форсайт сессию и мы получили очень интересный результат от ее участников. Но вот это прозвучало только что в выступлении. Это мы можем отдельно как-нибудь обсудить. Это очень важно. Но спасибо за то, что вы подняли вопрос о примитивизации образования. Это архиважно. Мы с вами говорим о том, что наши дети выходят на улицу и попадают в сложный мир, который сегодня во многом управляется и контролируется инструментами искусственного интеллекта. Сложнейшими инструментами социального взаимодействия не всегда с добропорядочными людьми. А мы продолжаем их напихивать тестами, которые, к сожалению, ничего, кроме примитизации мышления человека, а главная задача сегодня это формирование мышления человека. Об этом говорил еще Василий Васильевич Давыдов 50 лет назад, что это главная задача, я уже молчу про Выгодского, Леонтьева и так далее. И давайте совместно решать вопрос о том, каким образом материровать педагога на то, чтобы максимально использовать сложные нестандартные задачи. Выйди из школы нашим детям придется решать не тесты, а сложные нестандартные задачи, прежде всего социального взаимодействия, профессиональные задачи и так далее. Вот на что направлена образовательная среда МЭО. Для меня немножко неожиданный вот этот момент в вашей презентации, но он архиважный. И вот этот разрыв между конвергентом обучением и формой итоговой аттестации на данный момент он иллюзорный. Почему? ЕГЭ меняется, а ПИЗа совсем про другое. И программа 500+, для школ с низкими образовательными результатами, она же про результаты ПИЗа, а не протесты. Но я всегда привожу пример первого ЕГЭ и по литературе, какой был свет в глаз Наташа Ростова. Представляете, вот какое надо глубокое показать понимание, нужно было показать понимание великого произведения и какой глубокий смысл скрывался за цветом глаз. Спасибо огромное. Анастасия Сергеевна, я, наверное, вам слово последнее предоставлю, потому что вы у нас новичок и расскажете о том, почему и что вас заставило. А сейчас Долматова Наталья Викторовна, 35-я школа города Оренбурга. Ну, Наталья Викторовна и ее школа уже взяли для себя некую функцию быть неким центром методическим для МЭО в Оренбурге. Добрый день, уважаемые коллеги. На самом деле начали мы учебный год совсем необычный. И вот сегодня хотелось бы поделиться опытом цифровой трансформации и, наверное, первые шаги в новом учебном году. Они очень необычные и ряд трудностей, которые испытывает, я думаю, любое образовательное учреждение. Потому что мы сейчас идем, такое ощущение, по болоту, и мы не знаем, куда нам наступить, где бы не провалиться. Поэтому сегодня мы порассуждаем о цифровой трансформации и о том, как это происходило в течение нескольких лет. в нашей школе 69 педагогов и 1428 обучающихся. Мощность школы рассчитана на 960 посадочных мест. Поэтому первая, наверное, трудность, которая возникла, это как разместить в соответствии с условиями САМПИН наших обучающихся не нарушить. И естественно, что мы перешли на очно-замочное обучение, и на основании статьи 28.47 в рамках компетенции школы мы выбираем ту образовательную платформу, которая приемлема для нашего образовательного учреждения. Весной 2020 года мы задумались, хотя до этого глубоко думали, о том, как же мы будем работать. В таком совместном доступе мы рассуждали с коллегами о том, как мы будем осуществлять взаимосвязь, какие платформы мы будем использовать, и как мы будем осуществлять обратную связь с родителями, с учителями, друг другом, с коллегами. Ряд платформ, которые выдвинули и выбрали педагоги, которые используют. Рядные платформы образовательные, но мобильное и электронное образование у нас заключен договор с 2019 года, чуть подробнее я опущусь по ниже проговорить презентации. Весной мы проговорили о том, как мы будем осуществлять внутришкольный контроль, создали вот такую гугл-форму, где просмотрели, мы создали взаимопосещение уроков, определились, как мы будем осуществлять единицы опытом друг с другом проведения различных мануальных уроков. Создали в гугл-таблице вот такой совместной электронной учительской, где была представлена тема урока дата и ссылка, как можно прийти и посмотреть данный урок у коллег. Разработали модель это уже на 1 сентября, потому что мы все-таки надеялись, что не придется нам в таких условиях, что сможем быстро выйти из этой ситуации, но разработали модель летом очно-заочного обучения. И так как школа 1428 обучающихся, у нас получилось, что часть предметов мы выдаем в очной форме, часть предметов мы выдаем в заочной форме с использованием цифровой образовательной среды, ну и конкретно тех платформ, с которыми заключены у нас договорные отношения. Вообще, если смотреть о том, как создавалась наша цифровая образовательная среда, можно, наверное, выделить вот таких три основных момента, что прежде всего мы задумывались при создании цифровой образовательной среды о том, чтобы она была безопасной. И как раз мобильное электронное образование отвечает всем требованиям, потому что все персональные данные закрыты и педагог выходит индивидуально на каждого ребенка. Мы задумались о том, как правильно нам формировать цифровую культуру в образовательной организации, чтобы она соответствовала требованиям цифровой трансформации. Мы думали о цифровой грамотности не только педагогических работников, но и родителей, и обучающихся. Ну и, наверное, самый важный момент, который о том, как мы сможем осуществлять это профессиональное взаимодействие нашей образовательной организации при цифровой трансформации нашей школы. Мы разработали принципы, которые легли в основу нашего формирования цифровой образовательной среды. И принципы были у нас четыре таких основных, которых мы выделили. Что при выборе цифровых технологий мы руководствовались принципом минимума. То есть если мы брали какую-то образовательную платформу, мы погружались и брали какую-то технологию, погружение было у нас в течение четверти или года. Второе, что обязательно и очень важно при поддержке мобильного электронного образования очень доступна научно-методическая поддержка. Потому что именно благодаря мобильному электронному образованию мы получали и получаем мгновенную обратную связь. Очень важно, что происходит модель социального обучения. Вот как раз коллега отмечала о том, что происходит у нас на форсайт сессии. Это модель социального обучения, когда профессиональные педагоги могут обучать друг друга. высказывать свою точку зрения и видения по выдаче материала. Вот буквально у нас позавчера, в пятницу, наверное, уже даже в пятницу произошло обучение внутри школы, между школами по секциям учителя русского языка обучали друг друга математики секции и достаточно высокую оценку получили педагоги оренбургских школ. Также очень важный принцип это внутришкольный контроль внедрения цифровых технологий. То есть нам очень помогает вот эта систематизация. Не каждый педагог оказывается оставлен один сам с собой. Мы можем отследить администрации, посмотреть и высказать свою точку зрения на то, как идет внедрение. Потому что статистика, которую мы запрашиваем в мобильном электронном образовании нам необходима для административной работы и стимулирования затем педагогов. Но опыт нашего движения наверное был таким, что мы сформулировали тему экспериментальной работы, подали заявку на присвоение статуса экспериментальной площадки мобильного электронного образования, определили направление ответственных назначили в школе, обозначили актуальность определения объекта предмет исследования при проектировании нашей цифровой образовательной среды. Описали план экспериментальной работы, где тоже описали и практические методические результаты, точно прописали какие мы будем проводить семинары, какие мероприятия, сроки, формы отчетных документаций, то есть это было все продумано на уровне администрации и педагогического коллектива. Разработали чек-листы, тоже они очень важны, потому что при проектировании цифровой образовательной среды очень важно, что будут выполнять администрации, деятельность администрации, деятельность педагога, ну и деятельность обучающихся, потому что при внедрении любой образовательной платформы, необходимы ряд мероприятий для того, чтобы этот процесс прошел более успешный. Ну и появилась вот такая у нас цифровая образовательная среда, где были прописаны и цифровые образовательные платформы, представлялась она как и система организации управления, и прописаны были цифровые инструменты для организации коммуникаций в нашей школе. созданная цифровая образовательная среда представлена в виде и электронного журнала, и образовательной платформы мобильного электронного образования, электронной библиотеки и различных мероприятий, которые внедрены в цифровую образовательную среду школы. Конечно, школа с 2004 года использовала, строили, проектировали, и первое погружение, наверное, было у нас в Google технологии, когда мы разрабатывали мониторинг с использованием Google формы, прописывали это в цифровой образовательной среде. Но, наверное, вот здесь, если мы отмечаем наши блок уроки, разработанные наши блоги, сайты, они очень затратны для педагогов и для администрации, потому что, если учитель сейчас в современном мире должен очень быстро перерабатывать информацию, для разработки блога и сайта у учителей уходило достаточно много времени. Поэтому переход и заключение получения лицензии и присвоение статуса экспериментальной площадки позволил освободить учителя от рутинной работы и возможности погружаться в эксперимент по использованию внедрению цифровых технологий на уроках. Мы перешли на технологию и принесли свои мобильные устройства и движение, наверное, с мобильным электронным образованием у нас пошло более динамично в развитии цифровой образовательной среды, потому что такие мероприятия, как 24 октября 2019-го уже на базе школы прошла секция международной конференции «Мотивирующая цифровая среда как тренд современного образования», где уже 14 педагогов представили уроки с использованием цифровой образовательной платформы мобильного электронного образования. Два педагога выступили в рамках дискуссионного клуба «Как создать урок в цифровом мире». 11 декабря 2019-го года приняли участие в Нижегородском институте развития образования на межрегиональной конференции «Цифровая образовательная среда. Возможности, преимущества, перспективы». Ну и вся работа, которую проделывалась с учителями, обязательно мы обсуждали, есть такая страничка, как у нас «Диссиминация педагогического опыта», где мы обсуждали те проблемы внедрения, которые у нас происходили. Со 2 по 22 июня педагогический коллектив прошел у нас погружение было на форсайт сессии. Ну, здесь мы видим замечательный проект, который у нас проходил наш педагог Асташова Аделя Николаевна и обучающиеся школы приняли участие в совместном вебинаре всероссийского проекта «Мэл-мэл» «Просторы детства», где наши обучающиеся рассказали об удивительном памятнике «Коту», который находится в городе Оренбурге. Наши педагоги активно делятся опытом работы на площадках мобильного электронного образования. Ну, и ряд дипломов, которые, конечно, я вынесла на слайд для того, чтобы поделиться положительным опытом. В этом году получилось так, что мы сформировали такую хорошую команду наших педагогов, которые активно делились опытом работы и с 10 по 21 августа 2020 года успешно, на мой взгляд, выступили на форсат-сессии «Прокачай урок с мобильным электронным образованием». В результате нашей экспериментальной работы получилось, что сотрудничая с мобильным электронным образованием открывается какое-то второе дыхание. наши педагоги прошли повышение квалификации, стали преподавателями робототехники, заключили договор с РОБО, и школьный проект одержал победу в грантовом проекте «РОБОКАР». Прошло у нас уже открытие этого клуба заинтересованностью педагогов у родителей. я думаю, я думаю, движение школы получилось после того, как мы стали более научно, более целенаправленно, целеустремленно идти к этим результатам. Более подробно о формировании цифровой образовательной среды можно прочитать в журнале «Директор школы» номер 4 2020 года, где мы описали подробно о том, как получились наши первые шаги в цифровой трансформации. Вообще, наверное, хочется сказать, что наш девиз «Школа доступная для всех, уникальная для каждого» позволяет нам этот девиз озвучивать благодаря сотрудничеству с мобильным электронным образованием. И спасибо, наверное, коллегам, которые поддерживают, которые оказывают ежевременную, можно сказать, методическую нам поддержку. Спасибо большое, Виталий. Очень интересно, вы сказали, что сочетается разная и разная и платформа проявления на помощи с email обучения. Это, конечно, те особенности нашего общества, в котором мы сегодня живем. Создается вопрос о получении, оочной, заочной и заочной форме обучения. Вы знаете, я хочу сказать о том, что давайте я эту тему сегодня затронул, и давайте мы ее в один из следующих разов более внимательно поизучаем. Я думаю, что речь идет на самом деле о новом формате, форме, очной формы обучения, где часть предмета или часть деятельности ребенка проходит в школе, часть деятельности проходит за пределами класса. Это может быть библиотека, это может быть дом, это может быть дворец пионеров и так далее. Но давайте вот об этом отдельно поговорим, поскольку это требует еще и серьезно... Ну, Светлана Васильевна согласна. Светлана Васильевна, тогда присылайте ваше предложение, ваше понимание, давайте вот эту дискуссию проведем. Спасибо за столь быструю реакцию. Ну и последнее выступление сегодня Акмаева Анастасия Сергеевна, 51-я школа города Казани, которая только-только к нам подключается. Пожалуйста, Анастасия Сергеевна. Да, добрый день, уважаемый Александр Михайлович, уважаемые коллеги, все присутствующие. Я, конечно, очень рада приветствовать всех вас, всех, кто идет много со временем и, безусловно, благодарна коллегам, которые делятся сегодня уже своими успешными практиками внедрения мобильного электронного образования, своим опытом, своими наработками. И почему я сегодня здесь, наверное, потому, что хочу отметить, что современная наша управленческая жизнь настолько динамична, настолько стремительна, что руководитель школы, человек, который хочет внедрять новые идеи и получать от этого максимальный результат, конечно, сегодня в ожидающую позицию занимать никак не может. и для меня, конечно, сегодня большая честь и ответственность поделиться своими наблюдениями о тех сложностях, которыми сталкиваются школы в Республике Татарстан, может быть, и во всей Российской Федерации, и постараюсь кратко изложить основные идеи создания цифровой образовательной экосистемы нашей школы с использованием возможностей мобильного электронного образования. Конечно, мы все понимаем, что 2020 и 2021 год это важнейшее время для всего человечества, но и для трансформации образования также. Конечно, цифровая трансформация школы, безусловно, нужна, поскольку новые социальные потребности появления цифровых ресурсов и их широчайшее использование в период самоизоляции и пандемии уже привели к значительным изменениям в секторе школьного образования. И вместе с этим, мне кажется, эти изменения представляют широчайшие инновационные возможности для разработки новых методов обучения и возникновения новых образовательных форматов. Этим, собственно, и объясняется важность переосмысления миссии образования не только как транслятора знаний, умений и навыков, но и как индустрии возможностей для непрерывного образования и самореализации каждой личности. Основные тренды, которые обеспечивают необходимость пересборки образования, на наш взгляд, состоят в том, что современная жизнь диктует новые правила, идет ускорение информационно-технологического развития общества, и изменения в мире происходят в направлении в основном появление цифровых технологий. Это и блокчейн, это и большие данные, и машинное обучение. Все это уже используется в современных школах. И параллельно ломает, наверное, такой существующий порядок в мире навыков, в мире профессий. Идет появление новой культуры информационного общества, что, собственно, обуславливает необходимости академической мобильности наших обучающихся. мир сейчас требует навыков эффективной коммуникации. Для нас, как для поликультурной республики, это тоже очень важно. Ну, и в деятельности традиционных учебных заведений значительную роль стали играть принципы интенсификации знаний. Это, наверное, способствует уничтожению всевозможных барьеров и создание новых форм получения образования, в том числе виртуальных школ, нового формата очно-заочного обучения. И сегодня уже сами ученики информационной эпохи, наверное, требуют изменений в методах обучения, поскольку сами предпочитают в них интерактивный сотруднический компонент. Появление такой новой формы обучения, нового формата обучения как асинхронное обучение, то есть обучение ученика в любое время, в любом месте уже никого не удивляет, поскольку в обществе непрерывного образования люди всегда будут вовлечены в обучение и постоянное приобретение знаний. Но и в связи с этим в системе координат школьного образования в условиях взаимодействия участников образовательных отношений в разных реальных и виртуальных средах появляется такое распространение независимого обучения, когда все учатся всему друг у друга. То есть обучение peer-to-peer, которое предполагает контакт не только учителей и ученика, но и учеников друг с другом, учеников с выпускниками школы. В период самоизоляции, что, наверное, мы хотели бы отметить как основной вызов творчество учителей, их свободный выбор и комбинирование множества образовательных платформ и разнообразных технологий, наверное, привели к некой неуправляемости нашего процесса обучения. И подводя итоги прошлого учебного года, когда в период самоизоляции каждый учитель сам выбирал для себя цифровые образовательные ресурсы и платформы, мы, наверное, хотим прийти все-таки к пониманию того, что только в единстве мы сильны и в образовательные экосистемы школы мы будем внедрять единую платформу, это мобильное электронное образование и почему мы выбираем МЭО. Потому что только в МЭО, нам кажется, для ученика появляется такая альтернативная возможность к получению образования с учетом собственных интересов, собственных способностей, развития его самодеятельности, активности, и возможности действительно настоящего смешанного кооперированного обучения, когда чередуются учебные занятия в дистанте и практики во время очного обучения. То есть сочетание обучения, освоения содержания контента вне класса и организации очных практикумов. Конечно, сейчас коллеги уже затронули, что это требует и дополнительного повышения квалификации учителей, но нам кажется, что мобильное электронное образование представляет собой новые возможности для учителя, то есть возможности построения настоящей продуктивной коммуникации с обучающимся в очном формате обучения. обучения это, например, возможно при реализации междисциплинарной модели обучения, когда у нас есть возможность в школе, в классе объединять, например, курс изучения иностранного языка с другим предметным курсом. Это и эвристические методы обучения, как возможность научить учиться путем выполнения интерактивных заданий, путем участия в дискуссиях и групповом обсуждении на уроках. Это требует безусловно более гибкого подхода от учителя и от руководителя образовательного учреждения, поскольку здесь мы опять возвращаемся к теме разного темпа обучения и возможности получения индивидуального консультирования от учителя. Ну и резюмируя, я хочу сказать, что да, мир меняется, школа не может оставаться в стороне и школа сейчас на данный момент должна быть такой открытой лабораторией, которая предоставляет возможности для самостоятельного выбора, для построения индивидуальных образовательных треков каждого ученика, что на наш взгляд возможно только с мобильным электронным образованием. Спасибо большое. Анастасия Сергеевна, вы знаете, вот я посмотрел вашу презентацию, вы пошли от внешних изменений, это абсолютно правильно. потому что школа, она отвечает на вызовы, ведь образование меняется в соответствии с тем, как меняются внешние вызовы. Я возьму вашу презентацию, немножко с ней поработаю, вам ее верну. если будут вопросы, я готов буду дать по ней комментарии. Вот. И очень приятно то, что вы выбирали МЭО совершенно осознанно, исходя из тех задач, которые стоят перед школой, рано рано, как и предыдущие выступающие, хотя вот центр школы уже 4 года с нами, практически с самого нуля. Наталья Викторовна попробовала все, что могла попробовать и пришла к своей модели развития держава в основе нашу платформу. Коллеги, ну, вы знаете, что у нас время ровно час, остается практически одна минута, я хочу поблагодарить коллег и хочу пригласить коллег, которые сегодня к нам присоединились, высказать свое мнение, и мы будем отвечать на эти вопросы. Формат вот новой очной формы обучения очень серьезный, но я бы обратил внимание на ту тему, которую мы постоянно поднимаем, она сегодня прозвучала у Анастасии Сергеевны, школа системы формирования личности ребенка и школа без стен, школа, которая охватывает семьи, социум, давайте вот эту тему будем дальше развивать, на ней сосредоточимся, ну, а вот в следующий раз я надеюсь через две недели, что мы проведем наш вебинар, наверное, сегодня было не самое удачное время, 12 часов, это мы с вами вспомнили наши времена сидения дома, поэтому мы перенесем, наверное, 15 часов по Москве, но я постараюсь пригласить представителей корпорации Intel, и мы поговорим о жизни человека в условиях искусственного интеллекта, и о той программе, которую МЭО начинает вместе с Intel в России, Думаю, это всем будет очень интересно, как освоение инструментов искусственного интеллекта, в том числе, оно невозможно без конвергенции знания, потому что это сочетание естественно научного, гуманитарного, физико-математического образования, то бишь программирования, это уникальные возможности развития личности каждого ребенка, я очень надеюсь, что в этом проекте мы создадим условия для того, чтобы проявились таланты, проявились таланты и будущие звезды отечественной индустрии искусственного интеллекта. Ну, а дальше будем продолжать, а дальше будем продолжать обсуждение вот тех вопросов, которые у нас с вами были. Задавайте вопросы, присылайте темы для тех обсуждений, которые вам кажется значимыми, мы с удовольствием будем на наших вебинарах на эти вопросы отвечать. Наталья Викторовна, Елена Викторовна, Анастасия Сергеевна, спасибо огромное за вашу презентацию, будем дальше взаимодействовать, совместно работать и двигаться в направлении развития отечественной системы образования на цифровых образовательных платформах, уже на новых платформенных решениях, но в частности на платформе МЭО. Анастасия Сергеевна, народ жалуется, что нет ресурса к вашей презентации, тогда надо обеспечить, чтобы она здесь была. Всем спасибо огромное, хорошего дня. Говорят, в Москве сегодня последний такой теплый день, завтра дожди и похолодание, но будем надеяться, что все еще вернется. Я вижу, что у нас присутствует практически вся страна, кто-то говорит добрый день, кто-то говорит добрый вечер. Я приветствую коллег из Сургута, я жду здесь, из Сыргача, ну, в общем, то, что сегодня формирует обык МЭО. Всего доброго вам, спасибо. Поехали.